Добрый день! Сегодня 1 ноября 2021 года. Я публикую рецепт печенья овсяного. То, которым нас угощали во Флориде, которое нам сделали в дорогу, но мы не успели записать рецепт. Поэтому по моей просьбе она его записала. И я думаю, что очень многим понравится. Это печенье на самом деле очень несладкое, очень вкусное и совсем не сухое. Попробуйте, может быть, это станет вашим любимым печеньем, как у нашей героини и у её американской подруги. Итак, печенье овсяное, домашнее. Нам понадобится из расчёта на полпорции, это примерно 16 небольших печеньев. Замешивать мы будем в такой высокой посуде. Наполнителем она сегодня будет орешки грецкие и изюм. Наполнитель может быть абсолютно любой. Это могут быть шоколадные чипсы, только изюм, только орешки, любые орешки. Нам нужно полпачки масла сливочного. Масло должно быть мягкое или его можно разогреть в микроволновке. Измерять ингредиенты мы будем в английских cup. Чашка. Нам нужно пол чашки коричневого сахара. Почему коричневый? Потому что он даёт такой карамельный вкус и слегка золотистый оттенок печенью. Нам нужна чашка овсяных хлопьев, самых обычных дешёвых овсяных хлопьев. И мы будем использовать одну чашку муки. Мука должна быть обязательно просеянной. Затем нам понадобится на кончике ложки немножко соды, ваниль, кто сколько любит, и одно яйцо. Я люблю потереть для пикантного вкуса ещё цедру или лимона, или лайма, или апельсина. У нас сегодня лайм. Смешиваем ингредиенты. Вот мы растопили немного масла, одно яйцо и сахар. Нам теперь это нужно растереть хорошенько. И затем добавим немного соды и ванилина. Вот мы размешали. Размешали вручную. Это делается совершенно легко. Для этого ничего не нужно использовать. Почему люблю это печенье? Потому что делается очень быстро, очень легко. Просто вот появилось лишних 20-30 минут. Почему бы не сделать хорошее печенье? Добавила цедру. И теперь мы можем замешивать следующие ингредиенты. Овсянку и орешки. Дальше нам нужно взять одну чашку, американскую чашку муки и её просеять. Поскольку муки не очень много, мы можем её всё просеять, а потом уже размешать. Это печенье овсяное, оно очень деликатное по сахару, совершенно не сладкое, очень такое спокойное, мягкое, рассыпчатое. И его очень любит моя американская подружка Шерлотт. Так что привет тебе, Шерлотт. Это печенье я готовлю для тебя. Примерно такое тугое получается тесто. Его нужно смешать недолго. Главное, чтобы это было равномерно. Распределить изюм и орешки. Но долго мешать не нужно, потому что иначе они будут такие клейкие. Остужать уже ничего не нужно. Нам нужно накатать вот таких вот шариков для того, чтобы шарики не липли к рукам, руки можно смазать мукой, немножко присыпать мукой. И вот ложечкой я измеряю примерно один шарик, одна ложечка. Вот в это время у нас духовка уже разогревается до температуры 180 градусов. Для выпекания нам понадобится минут 15. И потом эти шарики придавим американской чашечкой. Вот они, наши придавленные печенья. Я немного использовала мукой, я присыпала, чтобы к чашке не липли. У нас здесь 12. Ну, ещё немножко второй противень будет. И вот сейчас они отправятся на 15 минут в духовку. 180 градусов по Цельсию или 350 градусов по Фаренгейте. Вот 15 минут прошло, и наше печенье готово. Нужно учитывать, что они увеличиваются в размере, расплющиваются, потому что масло тает. И это нужно учитывать при укладке. Я люблю присыпать немного сахарной пудрой в конце, ну, так как они не очень сладкие, и просто потому, что это красиво. Вот таким образом я присыпаю. Так что галочка «Твое задание» выполнено. Печенья записаны на видео. Всё, готовы к использованию. поломаю. Они такие крохкие получаются, но в то же время мягкие, не твёрдые. Вкусно, обалденно просто. У меня остались некоторые фотографии и даже видео-зарисовочку, которое девочка мне послала уже вдогонку после того, как я опубликовала ролик про моё пребывание у них в гостях и про те места, которые мы посетили. Но я не хочу их оставить безответными, неиспользованными. И позволю себе в конце этого ролика поставить их. Надеюсь, что те, у кого есть время, посмотрят, а те, кто зашёл только за рецептом, просто переключатся на того блогера или на тот фильм или книгу, которую они предпочитают. Один из роликов это журавли, которые пришли рядышком. Мы видели трёх журавлей дважды у них на их улице, где они живут, у одних из соседей. Дважды видели, и я не стала даже доставать камеру, потому что видели мы их, проезжая из машины, то есть это было бы моментально. А здесь она нам засняла через окно прямо на её двор. Такие вот замечательные гости пришли. Я так думаю, что вам будет приятно знать, что мы, несмотря на то, где мы живём, мы живём очень близко с природой. Природа в Америке процветает, живность всякая процветает. И вот в последнее время и в российских парках появилось достаточно много белочек, что безусловно радует. Когда-то это была величайшая редкость. и непонятно. Время И она же мне прислала пение птиц. Я немножечко записала, когда мы с ней разговаривали, мы встречали рассвет, и птички пели, и она говорит, что больше всего поёт пересмешник, который под другие голоса подстраивается, и кардинальчик, и кардинальчик. Вот то, что она мне прислала, она прислала это просто звуковой файл. Я какую-то картинку поставлю, может быть, из её же сада, а вы наслаждайтесь пением птиц. То, которое присутствует в нашей жизни регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.